О, вот и ролик нарисовался. Здорово, ролик. Привет. Привет. Я приветствую вас в наших стенах у магазина Вобла, который находится по адресу Таллин, Осмусары 8. И как каждый театр начинается с вешалки, наш магазин начинается со стоянки. Не секрет для многих из вас, что во многих местах города Таллина большая проблема припарковать машину. Места или вообще нет, потому что стоянка плат. Как вы видите, у нас тоже стоянка почти битком забита, но для наших клиентов, для клиентов нашего магазина оставили 6 мест. Видите, прям по центру магазина. Всегда можете приехать, поставить свою машину, неважно, на 20 минут, на полчаса, на 4 часа для клиентов магазина. Парковка всегда свободна и она бесплатна. Заходите, пожалуйста. Ну и для тех, кто ни разу еще не был в нашем магазине, напомню, что магазин работает по рабочим дням с 10 до 19 часов, в субботу работает с 9 до 16, и в воскресенье мы отдыхаем. Но отдыхаем мы, конечно, на рыбалку. Прошу вас. При входе справа у нас находится стенд с катушками. Катушки у нас разноплановые, начиная от самых маленьких, пятисотых, так называемых, тысячной серии, заканчивая пять тысяч, шесть тысяч и более мощными катушками, восьмитысячными, для ловли серьезной рыбы, ну скажем, где-то в районе Норвегии. Ценовая категория тоже разная, начиная от так называемых пионерских катушек за пять с половиной шесть евро, то есть для детей, которые ходят один-два раза в год на рыбалку, чисто попробовать, получится у них, не получится, чтобы не ломать нормальные катушки дорогие, им для пробовать такие дешевые катушки. Несмотря на свою цену, эти катушки тоже имеют подшипники, они также крутятся, также можно на них ловить, может не так и более комфортно, как на более дорогие катушки, тем не менее, они своей функцией справляются. Катушки у нас представлены разных фирм, Ларус, Акара, Юкозума, Волжанка, Шимана, Дайва и так далее, и так далее, в том числе и Акума. Как вы видели, на стенде катушки у нас представлены на рукоятках. Для чего это сделано? Эти не спиннинги, эти спиннинги не продаются, это просто использовано как рукоятка для того, чтобы покупатель мог взять за эту рукоятку, покрутить катушку и представить, как эта катушка будет выглядеть в нормальном, реальном виде на его снасти. Если же клиент хочет посмотреть катушку в первозданном виде, они у нас находятся за прилавком. То есть можно взять любую катушку, допустим, с Шимана Никсаев, покрутить, посмотреть, как у нее работают подшипники, душка, посмотреть, как фрикцион крутится, посмотреть на торопке технические данные и выбрать себе ту или другую катушку. Мало какой рыбак обходится на спиннинговой рыбалке без так называемых силиконовых приманок. Силиконовые приманки мы представляем четырех фирм. Это Вестин, Вейк, Траппер и Косодака. У нас есть и виброхвосты, есть и твистеры различных размеров, начиная от 0,20-0,25 сантиметров, то есть 25 миллиметров, заканчивая самыми большими приманками по 30-40-50 сантиметров. Эти приманки идут уже на рыбалку в Норвегии, тем не менее они тоже силиконовые. Силиконовые приманки у нас есть из обыкновенной резины и так называемая съедобная резина или ароматическая, представленная в частности у нас фирмой Косодака. И те и другие приманки довольно уловистые по хищной рыбе. Единственное, что надо помнить, их нельзя смешивать и класть вместе в одну коробку. Иначе произойдет реакция, они у вас так называемо сварятся в один кусок и вместо отдельных красивых рыбок у вас будет красивый-красивый-красивый мячик из разноцветных кусков силикона. Но невозможно забрасывать просто приманку спиннинга. На этой силиконовой приманке должен быть крючок. Крючок у нас идет либо джиг-головка, оснащенная крючком, то есть это грузик с соответствующим крючком размера, либо так называемая чебурашка. Чебурашка это кусок свинца определенной формы с двумя ушами. В частности у нас так называемые разборные чебурашки, очень удобные. Сюда вставляется офсетный крючок, надевается силиконовая приманка, с другой стороны крепится трос либо флюрокарбоновый поводок и вы начинаете ловить рыбу. Если вы качественно привязали свою приманку, забросили, кидали-кидали и ничего не поймали, что же нам делать? Может нам расширить ареал нашего лова? Для этого вам нужна лодка. Лодки мы представляем фирмы Калибри украинского производства. Лодки сделаны из ПВХ, многослойные, довольно практичные, очень удобные, в то же время легкие и долговечные. Лично я сам имею лодку Калибри, очень ей доволен и настоятельно вам рекомендую такую лодку. О, кстати, вот здесь и лодки находятся, посмотрите. Лодки двух типов, так называемые ватрушки и лодки с двумя баллонами. Рок, там видно все? видно. Лодки с баллонами. Данную лодку я вам рекомендовал, если вы рыбачите, скажем, на озерах и на небольших реках, преимущественно гребете веслами. Если вам нужна моторная, более устойчивая лодка с дальними походами, я вам рекомендовал бы лодку марки КМ. Сам имеет такую лодку. Несколько видов полов имеет на лодку. Можно поставить пол рейчный, как на данном варианте. Вот посмотрите, рейки здесь. Можно поставить пол книжку. Можно вообще пола не ставить. Можно поставить пол ARD. Это такой матрас высокого давления. Ставите матрас, накачиваете его и стоите на нем прямо как на полу. Очень удобно и легко. О, кстати, вот этот мотор. Мотор мы представляем фирмой Минкота. На мотор, на ногу мотора даем пожизненную гарантию. За все годы продаж еще ни один человек ногу не сломал. Ставите этот мотор и лодка у вас плывет, если она подключена к аккумулятору. Вот наши аккумуляторы. Аккумулятор пойдет на этот мотор непростой. От автомобиля сразу предупреждаю вас. Аккумулятор вы использовать можете, но очень быстро вы убьете, так как на автомобиле стоит так называемый стартовый аккумулятор. Здесь же аккумулятор тяговый, у которого идет постоянный разряд на ваш мотор. Данного аккумулятора при моторе 30 лбс, аккумулятора при на 60 ампер, хватает где-то на 10-12 часов нового аккумулятора. На аккумулятор 75 ампер, где-то уже порядка 14-16 часов беспрерывной работы. 100 ампер, конечно, хватит больше, но, как вы видите, 100 ампер, уже довольно тяжелый аккумулятор. Я бы его рекомендовал ставить тем, кто покупает 34-й, 40-й и более сильные моторы. Если вы не хотите рыбачить с лодки, вы можете рыбачить сидя на берегу. Для этого вам нужны стулья, ну, скажем, вот такой. Если вы не хотите сидеть как пижон на рыбалке, тогда вам, пожалуйста, более удобный стуль. Он может быть не столько удобен в сидении на нем, зато у вас прямая спина, у вас прямые ноги, никуда задняя филейная часть не проваливается. Вы можете очень быстро вскочить, подсечь. Очень удобно рыбачить на таком стуле. Если вдруг пошел дождь на рыбалке, что делать? Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Вот одежда, представленная в нашем магазине. Начиная от термобелья, это уже второе белье. Есть белье нательное, так называемое, тонкое. Это белье уже теплое. Как видите, данный комплект представлен тройкой. Брюки, кофта и сверху флиска. Этого комплекта достаточно, чтобы рыбачить в зимних условиях. Надевая зимний костюм, вам больше, в принципе, ничего не надо. Или этот костюм, легкая куртка сверху, вы спокойно рыбачите в осенне-весенний период. Пошел дождь, что делать? Есть куртки, есть плащи, есть непромокаемые дышащие куртики. В конце концов, у нас есть зонтик. И не просто зонтик, есть зонтик с обшлагами, который закрывается по периметру и вам не дует ни с боков, ни капает сверху. Все-таки вы решили купить лодку. Что еще к лодке нужно, кроме мотора и аккумулятора? Пойдемте посмотрим. По нашим законам, нельзя выходить на воду без надетого спасательного жилета. Спасательные жилеты распределяются по грузоподъемности в килограммах и ньютонах. Я бы советовал более курбулентным людям брать жилеты себе 90 плюс, то есть 90 килограмм и тяжелее. Детям и женщинам достаточно 50-60 килограммового жилета на подъем. Это вам вполне хватит. В лодке много места не бывает. Если вы туда положите кучу водочек, у вас будет просто бардак. Чтобы не было этого бардака, я приветствую тебя. Чтобы не было этого бардака, у нас есть прекрасные чехлы, так называемые кофы. Есть простые матерчатые, есть в виде тушков круглых, а есть также из чистой кожи. Очень элегантные. Положил сюда спиннинг или удочку, закрыл. Все, у тебя ничего не ломается, никакого бардака. Рекомендую. Холодно стало. Если у вас замерзли руки, их можно согреть. Если у вас замерзло тело, можно пододеть свитер, термобелье, куртку. Можно выйти из ситуации. Если на рыбалке замерзли ноги, все, рыбалка закончилась. Для того, чтобы не мерзли ноги, представляем вам широкую палитру наших сапог. Начиная от недорогих, из пенистой резины с термоваленком. Рассчитанные где-то на практически минус 15 градусов. Хотя заявленная термостойкость данного сапога минус 50, поверьте, при такой температуре рыбачить их невозможно. Но осенью и зимой при низкой температуре, скажем, 10-15, сапог вполне пригоден. Есть также сапоги крутой фирмы Макбут, они без щелка. Плохо, что нельзя вытащить и просушить данную часть сапога. Зато сапог реально держит минус 35-40 градусов. В таких сапогах нога у вас не замерзнет. Не хотите сапоги? Есть бутыль. Ну, очень большой размер, просто очень. Таким размером очень удобно мерить щуку или еще. И вы знаете, щука у нас размерная 45 сантиметров. Наступил, замерил, если щука длиннее сапога, значит, ваша щука размерная. Неразмерную щуку убрать нельзя. Как и другую рыбу, имеющую размер. Пойдемте дальше. Шапочки. Шапочки бывают разные. Камуфляжные, бейсболки, маски, маски шоу. В том числе и красная шапочка. Персональная для Деда Мороза. Не ваш размер? А куда все положить? Все ваши кормушки, все ваши вещи, все ваши прикормки, коробочки. Вам рюкзак. Большой и красный. Не потеряйте, видно издалека. Что? Все-таки мерзнут ноги? Носки из чистой шерсти. Рекомендую. Есть также и термоноски. Эти носки из овсты. Мемы. Можно применять не только на рыбалке, но и в повседневной жизни. В повседневной жизни. Реально, очень теплые носки. Имею сам, ношу сам. Потому вам и рекомендую. Плохого не посоветую. Катушка. Аляневская. Применяется для ловли либо в проводку, либо для зимней рыбалки на так называемый пермский топор. Она очень похожа на старую нашу Невскую катушку. К сожалению, только похожа. Ничего общего с Невской она, кроме формы и вида, не имеет. Тем не менее, очень часто выручает рыбака в определенных ситуациях. Тоже имеет право на существование. В подобные коробочки можно положить весь ваш нехитрый скарм. Если у вас 2-3 блесны, пожалуйста, у вас весьма маленькая коробочка. Если у вас 20-30 блесен, возьмите коробочку побольше. Если у вас 100 блесен, можно взять ящик или 2 ящика. А если у вас, как у меня, 160 блесен, пойдемте. Рекомендую вам вот такую сумку, какую приобрел наш админ Ролекс Хапуга. Сумка с множеством карманов, да еще 4 коробки. Клади, не переложишь. На кучу воблеров. Настоятельно рекомендую. Ладно, у меня ее нет. Ролекс не дурак. Плохого бы себе не покупал. Хотите филейные ножи? Их есть у нас. На разную рыбу. С разными рукоятками. С разной сортностью стали. С разной гибкостью стали. С разной длины лезвия. С разной шириной лезвия. Кроме филейных ножей. У нас есть обыкновенные ножи для рыбалки, для повседневной жизни, которые вы можете использовать. Как для похода для грибами. Так и просто тогда, когда нож вам необходим. Пойдем. Не прельщает вас эстонская рыба. Очень мелкая. Привередливая. Есть там нечего. Невкусное. Одни кожи, кости, чешуя. Что вам делать? Езжайте, пожалуйста, в Норвегию. Для Норвегии существуют совсем другие снасти. Они очень отличаются от наших состей. Кардинально отличаются. Вот спиннинги. Такие дубины, так называемые. Которые не гнутся абсолютно. Легче поднять потолок. Не видно? Для чего такие снасти используются? Дело в том, что при ловле в Норвегии очень большие глубины. Начиная от 40 метров, заканчивая 200-300 метрами. Там используются более тяжелые насадки. Пилкеры. Данный пилкер 800 граммов. Вот такие рыбки. Данная рыбка 450 граммов. Соответственно, для них нужны очень мощные тяжелые снасти. Также идут всякие подвески в виде осьминожек, всяких имитаций рыбок и прочее, прочее. Как вы видите, снасти кардинально отличаются от обыкновенных снастей. В том числе и катушки отличаются тоже. Невозможно ловить у нас в Эстонии на подобную катушку. Однако в Норвегии это катушка номер один. Другой катушки там не предусмотрено. Из-за больших глубин, из-за большого веса насадок. Иногда, это мультипликационная катушка, иногда используют и обыкновенные мясорубки. Но это не так часто и она не такая удобная. Съездили вы в Норвегию, не поймали рыбу. Чего в принципе невозможно в Норвегии. В Норвегии невозможно не поймать рыбу, ну разве что шторм, нет погоды. Но у вас остались большие насадки с Норвегии. Вы видите, эти насадки полуметровые. В конце концов, не поймал в Норвегии рыбу, можно взять ее, насадку снять и такую же рыбу. Не грех пожарить, она очень большая. К вашему вниманию поплавки. Есть поплавки глухие, есть поплавки скользящие. В скользящих есть поплавки с двумя точками крепления. На любой вкус. Как найти рыбу на водоеме? Для этого придумали эхолоты. Вещь недешевая, иногда необходимая. Ну скажу так, если вы собираетесь ловить на глубине метр-полтора, ну скажем, на панкила, данный девайс вам нужен только для того, чтобы найти какую-то яму. Рыбы реально на такой глубине вам просто будет тяжело найти, так как луч очень узкий и обхват дна будет очень маленький. Что это у нас за ящик такой? Не надо думать, что мы продаем только с большой-большой прибылью и только думаем, как нагреть клиента. Неправда. У нас очень много вещей, как вы видите, раз, два, три, четыре, пять ящиков стоит по магазину с большими скидками. Скидка 50% довольно существенная. Здесь мы ставим товар, который уценяем по многим причинам. Некоторые из них выходят срок реализации, это отдельный ящик. Данный товар не имеет кондиционного вида, стерлась упаковка. Или, допустим, остался единичный товар в количестве там одной, двое, две штуки. линейка разбита, и мы просто удешевляем товар, ставим, чтобы быстрее его купили. Также наши спиннинги. Совсем дешевый спиннинг от Шимана. По цене, как вы видите, в 229 евро. На сегодняшний момент мы предлагаем его за 160 евро. Хороший спиннинг Шимана Спидмастер. У меня такого нет. Хотите непромокаемую курточку для запроски? Они тоже есть у нас. А цены-то какие сладкие? Минус 70%. Вы что, думаете она с дыркой? Или здесь нет рукава? Нет? Абсолютно нормальная куртка. Отдаем даром. В нашем магазине более 8 тысяч воблеров. Часто очень приходят люди и говорят дай мне самый уловистый воблер. Поймите, если бы существовал такой воблер самый уловистый, все бы магазины не имели бы кучу стендов. Имели бы один маленький стенд с одним воблером. Продавали бы один воблер. На него бы ловилось все. Не бывает такого. Рыба разная. Водоемы разные. Разные глубины. Разные игры. Тем не менее, несмотря на обилие воблеров в моем магазине, у меня есть так называемый самый уловистый воблер моего магазина. Самый уловистый воблер магазина. Самый уловистый то, чего не бывает на свете. Тем не менее, в моем магазине я могу с гордостью сказать, что у меня есть самый уловистый воблер нашего магазина. Я так думаю, он работает и по всей Эстонии. Это действительно так, потому что Им ловят от чуда до хапсул Воблер Касадака Интра 125 125 говорит сама за себя 12,5 см Воблер довольно большой 12,5 см Довольно тяжелый 18 грамм 18,1 Несмотря на его большой размер У него очень небольшое заглубление Что актуально и этим летом И предыдущим Там где мало воды и много травы 20,50 его заглубление И своим размером Он отсекает мелочь Все самые большие щуки И самые большие окуни Да, да, ребята, окуни Несмотря на такой размер Были поймены мной На озерах И особенно в заливах На воблер Касадака Интра 125 В Касадаке Более 60 моделей воблеров Как вы видите У нас два стендера Тем не менее Я даже не могу представить Третий этих воблеров у нас И эти воблеры Кстати Представлены только у нас В магазине вобла Есть небольшой отдел еще Водовирума Но в таком ассортименте Воблера Касадака Только в нашем магазине На Осумсары 8 в Тальне Легендарные не зацепляйки От Раппла Миноус Пунь Чем они легендарны? Один из немногих воблеров Не зацепляйок Который реально работает Не зацепляйок есть много И много моделей По разному принципу Они устроены Но этот воблер Реально рабочий Если вы посмотрите На наш стенд То здесь дырка на дырке Почему? Не потому что мы Не успеваем их завозить Потому что их так быстро Разбирают Если вы собрались Рыбачить в траве В жабовнике Там где много Камыша Лилии Тины Рекомендую Вся ваша трава Будет отбиваться А хищник Привесещука Будет с жадностью Кидаться на данный воблер Раппла Миноус Пунь Что может быть лучше Ловли на заливе Чем ловли на Кусама Только Кусама Кусама Легендарная колебалка На заливах Кроме своей любимой Касадаки Я прежде всего Ловлю на эту блесну Она имитирует Снитка на чуде Уклейку На внутреннем водоеме Салаку и кильку На заливах Щука Очень любит этот воблер Щука Очень любит эту колебалку Если вы собрались Ловить рыбу В наших эстонских заливах И не только В эстонских Допустим В Финляндии Обязательно Приобретите себе Пару штук Разных цветов Разных моделей И разных грамм С этой блесной Вы без рыбы не останетесь Начни оттуда Потом ты сюда перейдешь Поехали Шлеп Воблер и Вестин В нашем магазине На Усмусар Этея Представлены недавно Тем не менее За год своих продаж Они прочно завоевали Звание фаворитов Дело в том Что Довольно широкая линейка У этого воблера С разными заглублениями От полуметра До 6 и 8 метров Разноплановая игра Есть целиковые воблеры Есть составники Есть воблеры Так называемые Как их называют Утконосы Что очень себя хорошо Показало в Финляндии На крупной щеке И так же хочу я отметить Легендарные джерки Вестиновские Опять таки На наших эстонских заливах И на заливах Сарама И заливах Нашего и западного побережья То есть Хапсула Рахикюла Тыстама Этот воблер Джерк Бэби Джерк Не в конкуренции У него очень интересная игра Твичинговая может быть Стоп-эн-го И так же равномерной проводки На любой проводке он играет Часто данный джерк Спасал меня От ухода от нулей Рекомендую Не хотите вы щуку Приелся вам окунь Можно пойти Половить краснорыбь Данный стенд У нас На морскую форель Прежде всего Есть блесна Изготовленные фирмой Вестин Которые очень неплохо работают А так же есть Ручная работа От известного мастера Анди Вот такая Скажем Штука И здесь фотография Ой здесь нет фотографии Давайте найдем А вот она фотография Более старая модель С фотографией рыбы Которую Анди сам поймал Соответственно Это на красную рыбу Данная блесна На щуку Все это ручная работа Каждая блесна Тестирована То есть не бывает Такого Чтобы у вас ушла В штопор Или завалилась Или нет игры Все проверено Все рекомендовано К продаже Многие спрашивают Где найти Штормовского воробья Реально Штормовского воробья Сейчас найти Очень тяжело Из-за кромов У меня Есть одна из моделей Но данная модель По щуке Не самая лучшая Это средняя Так называемая А 18-20 граммов Больших моделей Нет Как выйти ситуация Кроме шторма Воробьев Выпускает Много фирм Траппер Лайф-таргет С различным Заглублением Начиная от Классического Воробьиного 0,30 сантиметров До полутора метров 2,5 метра И 3 метра То есть Воробьи На любой вкус Также Подобие Воробьев Есть и у Косодаки Также с различным Заглублением Начиная от 30 сантиметров Заканчивая Полуторами метров Хотите трофейную щуку? Пожалуйста К вашему вниманию Джерки Известной фирмы Агат Сейчас Эта фирма Идет Под Хардбейтем Данные Джерки Сделаны Из сибирского Кедра Очень тяжелый Очень плотный Плотный материал Очень часто бывает Что от многочисленных Атак Отлетает Краска И лак Не проблема Для этих Джерков Потому что Сам материал Дерево Очень плотный И крепкий Вы просто Шпаклюете И закрашиваете Данную Дырочку Данный Данный Скол И Джерк Получается Неубиваемый Работает Много Много Лет В отличие от Джерков Которые Сделаны Из Пластмассы Которые Часто Щука Просто Прокусывает Зубами Попадает Внутрь Вода И Ваш Джерк Становится Из Плавающего Вдруг Тонущей Скажу Что Деревянные Джерки Они Хоть и Дороже Но Они Намного Долговечнее И Практичнее Хотите Прилечь Рыбу Прикормки Супоните Чутка Мы Представляем Прикормку Фирмы Траппер А Также Прикормку Известной Голландской Фирмы ВДЕ Сами Ловлю И на ту И на другую Но В основном Конечно Пользуюсь Траппером Потому что Она Более Бюджетная Более Понятная Ее не надо Нет необходимости Смешивать С друг С другом Можно Смешать Но Можно И не Мешать Есть Прикормка На Конкретную Рыбу Хотите Карп Линяя Карася Пожалуйста Хотите Просто Линяя Карася Без Карп Пожалуйста Хотите Леща Шесть Видов Прикормки На Леща В нашем Магазине Только Траппер Красная Желтая Зеленая Черная Разнообразная И в разных упаковках В килограммовых Небольших И в более бюджетных Два с половиной Килограмма Если вы Собрались На серьезную Рыбалку Скажем Фидером Рекомендую Конечно Сразу Большой Пакет Дешевле Выгоднее Хотите Прикормку На неизвестно Какую рыбу Не знаете Что вы Буквали Есть Так называемая Универсальная Прикормка На всю рыбу Хотя Всю рыбу Безусловно Таймайте Водер Хотите Половить Фидером Несколько Вариантов Прикормки От Траппер В нашем Магазине И Такие И Такие Все Для Ловли Фидером Ну И Основные Снасти Для рыболовной Ловли Это Прежде всего Спиннинги Удочки И Фидеры В нашем Магазине Вобла Более 300 Моделей Спиннингов Начиная От Каратышей Метра 50 Метра 80 Заканчивая 3.30 И длиннее Начиная От тестов Ультралайк Спиннинг От Нуля Заканчивая Так называемыми Убойными Тестами 100 И более Граммов Чтобы почувствовать Спиннинг Его очень тяжело Спиннинг Купить по интернету Через Ибэи Через Другие Интернет Ресурсы Почему Спиннинг Рыбак Должен держать В руке Спиннинг Должен лечь В руку И говорить о том Что спиннинг Хороший Или нехороший Мягкий Или жесткий Или быстрый Или звонкий Этого мало Нужно спиннинг Трогать И качать Его Взял в руку Покачал Посмотрел Устраивает Тебя Не устраивает Не устраивает Положит Взял другой Посмотрел О Этот спиннинг Не подходит Все Заверите Пожалуйста Только так Выбирается Спиннинг И не иначе 300 моделей У нас в обле Добро пожаловать Пойдемте Гариню Удочки Удочки У нас представлены Штекерными удилищами И телескопическими Телескопические Есть Большой Складной длины И так называемые Тревел варианты Которые удобно Переносить Перевозить в машине Вот транспортная длина Двух удилищ Обе удочки Имеют Длину лова 4 метра Тест одинаков Как они выглядят Выглядят По-разному Поэтому Невозможно Притискать Дайте мне Какую-нибудь удочку Удочек много Есть маховое удилище Без колец Фирма волжанка Или неудобно Подойдет Подойдет Она твоей рыбе Или не подойдет Кого ты хочешь ловить Уклейку Или карту Для Разной рыбы Разные удилищи Есть такая Прекрасная снасть Называется Фидер В принципе Это та же удочка В принципе Тот же спиннинг Но Как вы видите Фидер Заканчивается Тоненьким Кивертипом Который Реагирует На вашу поклевку Ловля Без поплавка Поклевка Только по данному кончику Фидеры Бывают Для ловли Настоящей воде С малым тестом И с большим тестом Для течения Вот на данный момент 18 видов Фидеров Только с одним тестом Плюс Разной длины Начиная с двухсемейстей Заканчивая 3,90 4,20 3,3,30 3,60 3,90 Великое разнообразие Есть Фидеры Из высокомодульного карбона Довольно недешевые Есть очень бюджетные варианты Вот скажем Как вот этот фидер С одним кончиком Скажем Для начинающего Вполне приемлемая снасть Стоит всего 25 евро Цена коммунизма Где вы найдете фидер За 25 евро Только у меня Взяли вы большую рыбу Она бьется Она не хочет подходить к берегу Вы ее не можете вытащить Для этого существует подсак Подсаки бывают матерчатые Для ловли белой рыбы И из лески Для ловли хищника Почему не наоборот? Если вы попытаетесь Данным подсаком Взять рыбу Которую поймали на воду Ваш Свободный крайник Который находится Не в пасте хищника Обязательно Зацепится За данную Кетку матерчатую И если из лески Вы его очень легко Выпутаете То здесь вам придется потратить Какое-то Доброе количество времени Рыбалка будет отравлена Время будет потеряно Скорее всего Вы тройник отсюда не выпутаете Придется вырезать И взяв новый подсак На рыбалку На хищника Вы обязательно Приедете домой С дырявым подсаком Что еще показать Вам в нашем магазине Вот что это такое Это девайс Для заброса бойлов На дальнее расстояние Мало где встречал Только у нас в области Поехали вы на рыбалку С детьми Половили малька Детям заняться нечем Возьмите сачок Вы можете малька им ловить А ваши дети будут ловить бабочек Телескопическая длинная палка Для ловли малярницей Данный девайс откручивается В нем есть стандартная Европейская резьба Под эту резьбу Подходит Либо голова от подсака Либо коса Которую вы можете Выкосить камыш И устроить себе Комфортное место Для рыбной ловли Пойдемте дальше Такие мелочи Как латитуги Подставки под фидер Под удочки Дешево и сердито Но необходимо на рыбалке Чтобы не держать ваш фидер И удочку постоянно в руке Втыкаете в грунт Поднимаете на необходимую высоту И ваше удилище И катушка не касается грунта Находится над землей Всегда удобно взять Подсечка В России Самые распространенные Вейдерсы наши Которые пользуются Очень большой популярностью Которые наверное У 50% рыбаков Точно имеются Они у нас Не только в обли Находятся В других магазинах Но все размеры Представлены Только у нас в обли Если вы поехали Не просто проводить Время на рыбалке А реально хотите Поймать рыбу Я бы рекомендовал К вашей прикормке Добавить бы Атрактантов Или ароматики Ароматики и аттрактанты Бывают в жидком виде А бывают и в сухом виде Ну вот в частности Конопля Не та конопля Которую вы подумали Также Возможные Отдушки Валень Кориандр Специальные на леща И на разные рыбы Также есть Спрей Для леща И многих других рыб Также есть Масло конопля Краска Для того чтобы Закрасить прикормку В тот или иной цвет Всевозможные приводы Для карпового ловли Что у нас Очень нерастостроено В Эстонии Поэтому Очень многие магазины Не торгуют Карповыми снастями Карповыми насадками И карповыми прикормками У нас в обли Они есть Шамано Технин Хорошая катушка Нравится Ну вот В общем В двух словах Я вам рассказал О нашем магазине Магазине Вобла Который находится Еще раз повторюсь На Осмусаре Т8 В Талине Конечно За такой короткий Ролик Невозможно Обижать весь магазин И подробно рассказать О каждом товаре Если хотите Конкретно Посмотреть Весь ассортимент Нашего товара Пожалуйста Приходите У нас есть Грамотные консультанты Райго Представляю вам его Индрак Который сегодня Находится на рыбалке Ну и я Ваш слуга Максут Чем можем Поможем Команда у нас Двуязычная В принципе Райго Говорит еще По-фински Я и Индрак По-английски То есть Людей С четырьмя языками Мы обслужить Сможем Что не сможем Объяснить Мы наглядно Вам покажем Примеров И даже были случаи Когда люди Не понимали Какую конкретно Вещи не хотят И чем отличается Та от другой Вещи Ну сейчас Все были со спиннингом С фидером Такие проблемы У нас место позволяет Мы взяли этот фидер Намотали леску Или шнурную катушку Вышли сюда На променад Покидали И люди поняли Конкретно Что они хотят Люди были не рыбаки Но им нужна была снасть Даже такая возможность У нас есть Райго Ждем вас Милости просим Приходите Всегда рады вас обслужить Всегда рады помочь Не надо думать Что продавцы магазина Те кто хотят Именно втюхать товар В нашем магазине Вобле Нет такого понятия Втюхать Мы рекомендуем А покупатель уже сам решает Покупать Или не покупать Плохих вещей Да Они Есть наверное В каждом В любом магазине Но плохого Мы не порекомендуем Что такое плохое Плохое может быть Не подходить Для одной рыбалки Но она чудесно Подойдет для другой Часто человек Сам не знает Что ему надо Надо выяснить Куда оно идет В какое место Какую рыбу Собирается ловить Соответственно С этим Подобрать снасть Снасть И я И Райга Всегда рады Вам помочь Обслужить И найти ту снасть Которая необходима Именно вам До встречи Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин